Так, давайте наконец поговорим про матч Бенфики против Баварии. Очень жалко мне было Бенфику. Мне кажется, далеко не по игре такой счет. На самом деле, из последовательности голов, из того, что Бавария добавила трешку буквально в последние 10 минут, это и так очевидно. Для этого не нужно было детально этот матч смотреть. Бенфика пыталась играть с Баварией достаточно качественно, в своем стиле. Насколько это вообще возможно. Очень много Бавария ловила их на контратаках. И об этом мы отдельно поговорим. Потому что, наверное, тот факт, который делает Баварию сейчас самый убойный, при том, что у многих команд есть невероятный прессинг, у многих команд есть хорошая позиционная структура, наверное, то, как они сочетают на одинаковом уровне опасности контратаки как оружие с позиционными атаками как оружием, наверное, это и делает их номером один прямо сейчас. Плюс, конечно, просто запредельная стабильность и уверенность в своих перформансах. Но в этом матче, мне кажется, разница между командами была далеко не такой очевидной. И Бенфика, несмотря на 4-0, очень жаль будет, если эти четыре гола в итоге сыграют важную роль в плане разницы, если по разнице что-то будет решаться в этой группе. Но мне действительно жаль в этом плане Бенфику, потому что такого поражения они не заслужили. Снова сыграли в достаточно качественной манере. И в целом могу даже на фоне вот такой Баварии сказать, что Бенфика постепенно начинает оправдывать те ярлыки, которые мы на год поспешив на них навесили. В этом году они действительно очень хороши и в намного большей степени напоминают все то, что мы в подкасте рассказывали о том, какой должна быть команда Жезуса и какой она может быть в ситуации, когда он получает чуть больше, чем обычно ресурс. Но все же, пускай не разгром, но победа у Баварии абсолютно заслуженная. И эта победа – часть общего тренда. Бавария играет на запредельно высоком качестве футбола. И опять же, в каждом конкретном аспекте, который мы ассоциируем с топовыми клубами, прямо сейчас, мне кажется, именно Бавария самой сильной командой. При этом Нагельсман в тактическом плане, и этого мы от него и ожидали, не перестает удивлять, продолжает находить очень новые, интересные, оригинальные решения. Сейчас в этом матче таким решением стало использование Лероя Сане в роли десятки. Бавария, конечно, не сидит глубоко, как Милан. Бавария намного выше атакует. И следствием этого хода стал перевод Томаса Мюллера на правый фланг. Казалось бы, это идиотский ход. Ну, в том плане, что уже были тренеры вроде Никы Ковача, которые пробовали Мюллера использовать справа или на скамейке. И это не позволяло ему реализовать весь потенциал. Ему очень нужна зона десятки. Но с некоторыми оговорками и с учетом текущей формы, которую именно при Нагельсмане набрал Лерой Сане, который раньше был очень-очень нестабильным при Хансе Флике. И с учетом вот этих всех факторов, мне кажется, это было оправданным. В общем, давайте по порядку. Во-первых, что хорошего было? Сане и его вклад в контратаки. Мне кажется, главная мотивация Нагельсмана была именно в том, как он хотел ловить Бенфику на контратаках. Потому что Сане – это, наверное, важнейший игрок для связи контратака. И он сейчас находится в невероятной форме. И вот в этой зоне его важность в таких эпизодах переходных еще сильнее возникала. Бенфика – команда, как верно предположил Нагельсман, которая будет даже под таким сопротивлением разыгрывать мяч, терять его периодически в таких розыгрышах. И Бавария на таких эпизодах построила, по сути, игру свою в этом матче. Они позиционно тоже очень-очень здорово атаковали. Но основные моменты смогли создать именно через Сане, именно через то, как он проявлялся в контратаках. И тут, конечно, важно в целом то, какую форму он набрал ранее. Первым ходом Нагельсмана по отношению к Сане было возвращение его на левый фланг, где он чувствует себя намного более комфортно. Интересно, что лучшие отрезки и у Гвардиолы, и в Баварии у него были именно на этой позиции. Но сам он почему-то требовал играть постоянно с правого фланга. Возомнил себя кем-то вроде Робена, но это не совсем его позиция. И когда Нагельсман смог его убедить, и там еще психологически очень здорово на него повлиял, очень хороший контакт у них установился, играть именно на левом фланге, очень хорошую уверенность набрал Сане. И думаю, все-таки вот это использование его в центральной зоне – это ход скорее под конкретный матч, под конкретного соперника, под конкретные условия, которые делают Баварию еще более опасной именно в быстрых атаках. Именно для матча, где быстрые атаки будут играть чуть ли не большую роль, чем позиционные. Потому что у этого был и обратный эффект. Обратный эффект заключился в том, что в позиционной структуре все складывалось таким образом, что на одном фланге ширину, для того чтобы соблюдалась позиционная структура Баварии, вынужден был держать Павар. Но это не совсем его работа, это не самый атакующий правый защитник. На другом фланге Кинсли Каман выполнял эту роль, и это намного боесосная ему роль. И вот справа не получалось держать ширину. Потому что если заставлять Мюллера это делать, то, мне кажется, это ограничение его качеств. Мюллер должен оперировать хотя бы поближе немножко к опорной зоне, чтобы в позиционных атаках тоже была возможность что-то созидать. И Павар, следовательно, отвечал за ширину. И вот этот вот элемент в позиционных атаках немножко ограничивал Баварию. И все началось именно по цепочке с того, что Кингс, какого Кингс или Сане, нужно было использовать в центральной зоне. И вот это у Баварии не очень здорово получалось. Но по ходу матча, еще до первого гола, на Гельсману эту проблему решил. И он просто выпустил Серджа Гнабри в роль правого защитника. Но это напрашивалось, потому что именно ширины в этой зоне не хватало. И дальше Бавария как раз-таки начал забивать свои мячи. Да, первый случился со штрафного, который, кстати, был после одного из подключений к Гнабри с позиции правого защитника организован. Дальше у него самого было непосредственно участие в хороших голевых моментах. И это уже работало намного лучше. То есть Бавария очень здорово сочетает за счет Нагельсмана приемы. Во-первых, у них есть инструменты для того, чтобы быть суперубойной командой и в контратаках, и в позиционных атаках. Ну и Нагельсман очень здорово адаптирует это и под соперника, и под качество их футболистов. Ну и вот как сейчас еще может сыграть просто за счет того, что в невероятной форме конкретный игрок, максимизировать его вклад, поменяв его позицию, именно играя на его текущей уверенности. И сейчас таким футболистом, чуть ли не главным футболистом в команде, где также играет Роберт Ливандовский, вот на коротком отрезке является Лерой Сане. По Баварии, по-моему, еще некоторые вопросы были, которые помогут нам немножко дополнить картину. Так, один из вопросов был, я его, наверное, записал просто, чтобы не забыть, как Нагельсман использует Сане. Ну, то, что в опорной зоне соперника появляется. Да, в этом матче это не просто появление, это его стартовая позиция. Он просто играл десятку, а Томас Мюллер играл на правом фланге. И второй вопрос, тоже чуть более широкий, чуть более интересный. Вадим, интересно, что вы думаете об игровой философии Нагельсмана и Тенхага в контексте игры в контроль мяча. Поясню, Хави говорил, что чем больше расстояние между игроками, тем сложнее отобрать у них мяч. Команды обоих этих тренеров, наоборот, к нему стягиваются, создавая перевес для разыгрывания квадратов и треугольников. Смотрится, конечно, эффектно, но вроде бы как не по законам. Так, ну, изначально нужно просто понять контекст слов Хави. Потому что, мне кажется, ваше заблуждение, простите, вопрос очень хороший, и показывает ваш высокий уровень начитанности на теме футбольной тактики, но все-таки заблуждение в нем, мне кажется, есть. Оно основано на том, что Хави говорил о стадии продвижения мяча. И вы можете посмотреть, вот в той стадии, которая называется билдапом, построением атаки, и у команд Тенхага, и у команд Нагельсмана нет вот этих вот перегрузов, нет комбинаций в треугольниках. Ну, вернее, треугольники можно расчертить, их вообще можно в любой схеме расчертить, но футболисты не стягиваются друг к другу для того, чтобы комбинировать. Они, наоборот, находятся в позиционной структуре для того, чтобы создавать пространство и варианты для продвижения. Но совсем другая ситуация уже, когда ты находишься на чужой трети, когда тебе нужно использовать механизмы для того, чтобы вскрыть соперника. И тут могут использоваться и треугольники для комбинации, и квадраты для комбинации, и перегрузы, и изоляции, и это абсолютно нормально, просто это две разные стадии. И в одной ситуации тебе нужно создать максимум пространства для того, чтобы пройти прессинг соперника, если он есть, либо просто продвинуть мяч максимально быстро. А в другой ситуации у тебя по предельнику уже не так много пространства, ты уже на чужой трети. И тебе нужно с этим маленьким пространством что-то придумать, что-то скреативить. Тут играют роли и такие вещи, как комбинации в этих геометрических фигурах, и индивидуальное мастерство, и изоляции, и импровизация. Так что важно просто разделять эти стадии. И, по-моему, это очень очевидно из контекста слов Хави, что он на самом деле много раз это говорил и оговаривался очень часто, о чем он конкретно говорит, что он говорит о стадии построения игры. То есть о стадии билдапа, если использовать такой футбольный жаргон, а не о стадии игры на чужой трети. Вы же описываете в деталях у Нагельсмана и Тенхага. Причем у Тенхага это прослеживается чаще, у Нагельсмана есть разные варианты. Именно стадию уже, по сути, вскрытия соперника. Вот в этом ключевая разница. Но вопрос очень хороший, который позволяет некоторые важные моменты проговорить. Спасибо.